Друзья, всем привет! Вы снова на канале Ксёр Трэл, канале про путешествия. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Сегодня в нашем видео. Кьяря, быстрее, мамы крутоедают. Вот мы уже в Минске, какой он огромный. Дата нашей свадьбы. Дорогие Ксения Игоревна, Артём Александрович. У нас сегодня максимально скромная вечеринка. Иными словами, комплексный обед. Сёмга, марлин и тунет. Всё вкусно, особенно бульба. О, оценник безбожный. Я встретил Федю из сериала «Кухня». Я Миша. Как набить мини-бар? Офигеть! Сегодня у меня сухой день. Да, у меня тоже. Нам попадается компания «Бульбу». У нас сегодня необычный день. Сегодня 24 сентября. Это значит, что ровно 13 лет назад родилась наша семья. Да, у нас в этот день была свадьба. 13 лет назад. И вот мы 13 лет вместе. Смотрите, вот на этого пупсика с хот-догами, которого я люблю уже больше, чем 13 лет. И буду любить ещё 130, надеюсь. Вот мы уже в Минске. Первым делом мы заехали в торговый центр города Минска, который называется «Грин Сити». Мы тут часто бываем. Как по делам, так и просто. Вот такой хороший торговый центр. И ещё пришли посмотреть яркий куртку на осени. Причём во взрослый уже магазин. Это большая. Ты стань, нормально. Смотри, у кого какие. Во взрослый магазин я здесь покупаю себе вещи. Коллинз тут, джинсы, куртки. Всё такое нормально. Мы приехали к Ксюше за подарок. Какой подарок Ксюша выбрала? Спросим у неё. Конечно же он связан с едой. На еду мне не жалко никаких денег. Все знают, как Ксюша любит покушать. И я уже вижу, куда мы идём. Ксюша сразу уже интересуется, что тут есть. Краб Камчатский. 170 рублей за килограмм. Креветки, как Ксюша любит. О, гребешки, как я люблю. Кальмары. Я думаю, Ксюша что-то найдёт себе перекусить. Это сёмга-палку. Это будет сёмга-марлин и тунец. Сёмга-марлин и тунец. Ммм, вкусно. Реально. Вкусно? Ммм, вкусно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока в магазин ходили, Ксюша думала-думала и решила еще докупиться. Приходите на грин и покупайте здесь морепродукты. Место называется Рыба и Точка. Тут очень хороший, порядочный, добрый парень продает. Тут все очень вкусно. Будем пробовать. Но Ксюша в этом толк знает, поэтому она уже заведомо предвкушает, как ей будет вкусно. И вот мы прибыли в наш любимый отель «Президент». Сейчас мы пойдем отмечать нас годовщину. Ксюша уже сидит в ресторане, а мы с Ярей снимаем видео. Вот отель «Президент» наш любимый в центре Минска. Мы с Ярей сейчас пойдем отмечать наш праздник, да? Да. Веселись, смейся и ликуй. Ну-ка. Мы сегодня здесь, на летней веранде. И знаете что? У нас сегодня максимально скромная вечеринка. Максимально скромно мы отмечаем, потому что мы сидим на летней веранде при отеле «Президент». И будем кушать комплексный обед. А, это не комплексный. А комплексный где? О, уже чувствую, пахнет вкусно уха. Вот смотрите, сегодня 24.09. Дата нашей свадьбы. И мы выбрали вот по обеденному меню, иными словами, комплексный обед. Я взял салат шопский, Ксюша тоже. Я взял уха ростовская. Я уже чувствую ее великолепный запах. Кстати, уха стоит 11 рублей, салат 6 рублей. Но я думаю, это не очень дорого. Вот обеденные цены здесь очень доступны. 5, 5, он 11. 11, наверное, самая дорогая. Уха причем моя. Это я погорячился. Приходится шоковать. За 11 рублей уху кушать. И мы начинаем отмечать наш праздник. С салатом и ухой. Ну, салатик туда-сюда. А вот уха вкусная. Такая жирненькая, нажористая. И рыбы вон сколько много плавает. Ксюша, кебаб и картофель с запеченным сыром. У меня плов с мясом и брусничный соус. Ничего такое. Мясо такое знатное. Приправлено нормально. Что мне напоминает. А, вспомнил, плов напоминает. Мы наелись очень. Так я, по крайней мере, за себя говорю, очень хорошо. Плотно и достаточно вкусно. Ты, Ксюша, наедаешься? Да, вкусно. Все, что мы покушали, еще и с пивом 20 долларов. Вот так мы отметили свою годовщину. Ура, Ксюша, ура. И вот наш номер. Та-дам, смотрите, какой он огромный. Какой он огромный. В этот раз в честь нашей годовщины команда отеля «Президент» подсуетила нам полулюкс, семейный какой-то номер, как это замысловато называется. Ну, будем его считать полулюксом. Ну, и мы обычно брали стандарт. Мы тут не первый раз в «Президенте». Мы этот отель очень любим, ценим. И нас тут уже немножко знают. Кровать огромная. Тут прямо она четырехспальная, я бы даже сказал. Столик, рабочий макияж для всяких там прибамбасов. Чайник, стаканы, всякие там кофе, не кофе. Стаканы, водичка, огромное зеркало. Кушеточка, Яре тут спать будет, сказал. Большой телевизор, причем горизонт белорусского производства. Здесь еще две кровати односпальных. Два кресла с Ксюшей вместе, они тут стояли. Огромная прихожая. Раз. Здесь огромная прихожая, два. Тут скамейка для чемоданов. Здесь утюг, гладильная доска, что нам нужно. Сейф, полочки. Святая святых каждого номера. Это ванная комната. И смотрите, она меня впечатлила еще больше. Помимо двух биде, помимо двух халатиков, кстати, надо еще Яре один. А, вот еще, еще два. Помимо вот принадлежности для вытья и всяких там гигиенических процедур. Две раковины огромных, большой столешницы. Здесь фен. Здесь еще армада этих бутылочек. Здесь душевая огромная, смотрите какая. Так еще и ванна джакузи угловая есть, прикиньте. Не, я впечатлен, я впечатлен. Особенно вот ванной комнатой. Супер номер, супер ванная. А, смотрите, а что тут скрывается за вот этой матовой дверцей. С названием президент-хотел. Ба-ба-ба-бам. Вы видали, как набит мини-бар? Офигеть. Когда мы жили в стандарте, там он так набит сильно не был. Это сто процентов. Смотрите, что тут есть. Бехеровка. Арарат. Арарат. Десять лет он побольше. Прикиньте, абсолют. Чивос. Чивос маленький, большой. Шампанское. Джеймсон виски. Джин. Каванна Клаб. Вон, какие-то вина шираф. Здесь соки. Здесь фисташки, орешки. Вон, соки такие милые. Здесь какой-то шоколад, как портсигар. Здесь полноценные пивные баночки. Здесь огромные бутылки водки абсолют. Шампанское. Джеймсон. Не кисло. Здесь можно зависнуть надолго. Сейчас глянем цены. К сожалению, мини-бар не включен в стоимость. О, ценник безбожный. Мне сразу бросился. Арарат Ахтамар. 250 грамм. 130 рублей. Виски 0.35. 110. Водка Абсолют. 115. Пиво 0.45. 13 рублей. Оливария. Ну, это вы погорячились. Будвайзер 25. Ну, наверное, мини-бар мы тревожить не будем в этот раз. Не будем. Хотя, кто знает. Кроссовки, вот кроссовки, вот носки, вот рюкзак, вот сумка, вот рюкзак. Ну, я тоже обзор, правда, своеобразный, но тем не менее. Короче, номер крутой, мини-бар крутой, но дорогой. Мы заселились, сейчас будем приступать к культурно-массовым мероприятиям. Я уже закончил обзор номера, и тут мне бросилась в глаза одна коробочка. Дорогие Ксения Игоревна, Артем Александрович, примите наши искренние поздравления вся с годовщиной вашего бракосочетания. Желаем вам долга и наполненной счастьем и свершениями жизни. Пусть полное взаимопонимание, нежность и забота витают в вашем браке. Будьте надежным дополнением друг друга, любимы и неповторимы. С благодарностью и лучшими пожеланиями команда гостиницы «Президент-отель». Спасибо большое, ребят. Очень приятно, очень трогательно. Спасибо. Тут коробочка с логотипом. Опа! И смотрите, тут милые-милые пироженки такие. Три вида. Огромное спасибо. Мы их обязательно скушаем. Вот мой подарочек. Рулет шахматы. Я о нем просто мечтала. Посмотрите, какой крутой копченый рулет. Палтус нерка. Нерпа. Тунец. Вообще, крутые креветочки. Дикие креветки, большие, с икрой. Посмотрите, сейчас они разморозятся. Их уже можно кушать. Еще взяла серединка. Копченая форелька. Просто обожаю все эти рыбные деликатесы. Красненькая икорка. Но это, в принципе, и есть начало основного отмечания нашего праздника. Потому что, ну, сами понимаете, с Ксюшей одним комплексным отделом. А обедом не отделаешься, да? О, она икру уже под шумок. Я говорю, быстрее. Мама икру доедает. Вкусно. Смотрите, ребята. Угловая ванна. Классно. Ну, для меня немножко маловато. У нас дома побольше. Ну, а тут смотрите, что происходит. Первый раз такое. Нажимаешь кнопочку. Видали? Какой напорт пошел, сам. Прикольно так. Лежишь, кайфуешь. Винишко подтягиваешь. Смотрите на ютубе. Президент отеля рулит. Мне тут классно. По кайфу обстановка. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе я сегодня не где ставлю музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Я вышел из ванны джакузи. А тут такой сюрприз. А у нас сегодня ужин на полу. Я говорю, вчера весь вечер выбирали ресторан. И в итоге мы уговорили, Тёмика, остаться дома. А видите, какая хозяйка. Я даже в отеле могу на маленьком столике всё накрыть. Колбаски. Ну, это я с собой подготовила, взяла эту дощечечку. Колбаски разные, очень вкусные. Хамон испанский от Карлоса. Как раз я держала. Вот пачечку открыла. Великолепный, потрясающий рулетик. Из шести видов рыб, от которым я мечтала. Мой подарочек нарезала. Большие креветочки. Посмотрите, какие классные. Сыр с плесенью. Лёдик. Винчик. Спасибо, Ксюша. С праздником вас, мои маленькие друзья. За нашу семью, которая образовалась 13 лет назад ровно-ровно. В это время там была весёлая гулянка в ресторане. За вас, за нашу семью, за Яречку, который появился в результате. Я вас люблю. Пусть всё будет хорошо. Пум. Пум. Кстати, рулет шикарный. Вообще, я такого ни разу не ел. Вообще не ел. Вот такое приготовление рыбы. Но сейчас попробую. Вообще восхитительно. Причём это не реклама. Это от души. Вы знаете. Всем доброе утро. Сейчас 7 утра. Я иду на завтрак в отеле «Президент». Мои малыши ещё спят. Мне надо по делам тут в Минск. Поэтому я так рано проснулся. Посмотрим, какой завтрак в отеле. «Президент» «Президент» Завтрак начинается с 7 утра. Ну и как и везде в отелях, лучше приходить с самого начала. Потому что здесь всё полным-полно. Завтрак шикарный. Мне даже жалко, что у меня с утра обычно нет аппетита. Потому что здесь глаза разбегаются. Но я взял вот пока вот. Блинчики. Круассанчик. Колбаску. Сосисочку. Давай бутербродик. Но Ксюша с Яриком будут довольны. Особенно Ксюша, конечно же. Они сейчас поспят-поспят. Ну и придут на завтрак тоже. В отеле «Президент» завтрак всегда шикарный. Вот что значит рано вставать и идти на завтрак. Мало того, что получаешь полные, полные лотки. Все еды, мало народу. Ещё сегодня. Знаете, кого я встретил? Наверное, многие знают, что я фанат сериала «Кухня». Ну и тоже Ксюша с Яриком. Мы смотрели, ну я не знаю, наверное, раз в 10 его смотрел. И вот все там актёры, все персонажи замечательные, прикольные. И вот я встретил Федю из сериала «Кухня». Федя, вы учились во Франции? Дел же мне больше нечего. Он же Михаил Тарабукин. Я теперь не Федя. Я Миша. Он такой вежливый, такой, ну, доброжелательный. Ну, правда, сфотографировался я с ним, но он просил никуда не укладывать фотографию. Потому что, ну, сами понимаете, 7 утра, завтрак. Он говорит, ну, я в такой, так ещё немножко помятый, поэтому, ну, не хотелось бы там, как это. Ну, причём я сначала, мы с ним встретились на раздаче, когда еду брали. С котлетки? Да. С макарошками? С пюрешкой. О, я его узнал, мы так переговорили, там, он руку пожал, я говорю, можно сфоткаться? Ну, давайте минут через 5, я пока там, ну, всё, вот с утра. И потом я пошёл за столик, он сам подошёл к столику и говорит, ну, можно сейчас. Умеете уговаривать? Пришли в бассейн, народу немного, вот такой вот бас. Яричка уже чили, джакунди, ярик, радся. Движонок вылазит, сейчас идём с ним в сауну. Смотрите, тут находятся три бани. Турецкая, хаман и шауну. Пришли в хаман, никого, яйки тут очень нравятся. Заваливайся, малыш. О! Мама, надо. Чашечки, наливай еще водичку. Только в нос не надо. Накинаем процедуру. О! О, как коток. Это как морской котик, у водички дали, он сразу пошёл. Да. Да? Морской котик ярче, мочи-мочи. И вот такая вот сауна, просторная. Сейчас будем с ероникой парить. Вкусно пахнет, да? А мы пришли в торговый центр Палаццо, и тут сразу два развлечения рядом. Let's Fly. Это кабина Боинга, на которой мы были как-то, наверное, даже год назад ровно. Да, вот эта кабина, и мы здесь были, ну не здесь, год назад. Прикольный такой тренажер, можете посмотреть в одном из моих видео. Ссылку прикреплю. А сейчас мы пришли в другое, тоже связано с полетом. Это мероприятие называется iFly. Иными словами, аэротруба. Мы никогда в жизни не были связаны с этим развлечением. Здесь надо сначала заполнить вон анкету электронную. Смотрите, там чел кульбиты выписывает. Смотрите, там чел кульбиты выписывает. У Юрия щеки так и вибрируют смешно. И ножки болтаются. Как и хомякад. Смотрите, там чел кульбиты выписывает. Яря машет щечками и взлетает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что, скажи пару слов о своих впечатлениях. Мне очень понравилось летать. Ух ты, таким голосом. У тебя щечки так тряслись, как будто ты ими... Да, я там открывал рот там. Махал щечками и взлетал, да? Да, я там рот еще специально открывал, там уже было вот так. Да, да. А самое прикольное что было? Когда вверх взлетали. Да, я вообще в шоке был. Груто. Понравилось, да? Да. Яря рекомендуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, что написано? Тревел. Впереди надо еще добавить Ксю Арт и подписаться на наш канал. А мы оставили Яречку в отеле, в номере. Он, в принципе, небольшой любитель похождения по общепитским местам. А сами пошли. Ксюша нашла ресторан Рио. Без лимит. Гриль-меню, салат-бар. Родизио. Сразу подошел парень администратором, такой прикольный. Ознакомил с салатным баром, где тут можно все эти салаты нам употреблять. Барбекю, тартара, шика, гортвицца. Дополнение. Видите, тоже присоление не нуждается, когда очевидно. Цезарь с курицей, зеленый с семечком, семечком петровый орех. Салат с бадлажанов, салат с томатовой моцареллой. Далее сырная тарелочка, мясная. Мясо по-бразильски с фасолью. И это у нас глядя. Далее суп. Это у нас идет суп куриный с лапшой. А это у нас будет суп бревной. Шампиньон, это знает. Пахнет вкусно. Ксюша говорила, а если мы одни придем, что для нас только будет готовить? И, в принципе, она оказалась права. Такое огромное заведение, и мы только одни. Ну, тут красиво. За наш праздник. Нам уже что-то несут. Парень, который ознакомился в салат-баре, сказал, что к нам должны подойти амигос. У нас есть зеленый флаг, то есть у нас безлимитный хавчик, особенно у Ксюши. Вот один из них уже пришел, навалил нам бульбы с шампиньонами. Теперь колбаски по-домашнему. Баранина. Колбаска вкусная. А мясо ты попробовал? Ну и как? Для баранины нормально. Мне тоже понравилось. Я уже попробовал. Да, пока все вкусно. Приносят и приносят. В принципе, все вкусно, особенно бульба. Ну, мясо тоже нормально, но какие-то ребра, не знаю. Мы с Ксюшей тут посовещались. То ли они какие-то подгулявшие, то ли это маринад какой-то магазинный. Но не понравилось. Мы ребра не будем есть. Ананас, кстати, очень вкусный. Официант бармен Александр служит хорошо и разговаривает, и венцо подливает, и все такое. По обслуживанию вопросов нет. Почему я не люблю ходить в местные какие-то заведения, будь то Минск, Полоск, там, ну, короче, в русскоговорящих городах. Потому что почему-то все время, как мы не придем, нам попадается компания «Быдло». Вот за нами сидит, пришли почти вместе с нами, и уже с порога тут начали громко разговаривать, материться. Я сделал замечание, вроде они сидели нормально, но сейчас, видимо, градус уже опять поднялся, уже опять тут мат пошел. А рядом с ними в углу сидит компания, и там девочка маленькая сидит достаточно, семьи. Рядом сидят, орут, горлони. Вот почему у нас так? Приходят в заведение и считают, что ты пришел в пивнуху какую-то низкого пошели. Поэтому я у себя, ну да, это у меня наболело, каждый раз почему-то происходит, почти, что у нас люди не умеют себя вести. Такая компания попадается обязательно. Поэтому я люблю больше за границей ходить, где я не понимаю, что там говорят, и спокойнее более себя чувствую. А Ксюша от этого напрягается, потому что я всегда там кому-то пытаюсь делать замечание. Что, в принципе, нормально сходили? Ну, так, более-менее, как я и говорю. Наверное, 4 из 5, да? Даже троечка. Даже троечка, Ксюша говорит? Ну, за такую цену, что там 55 рублей за безлимит этого мяса, нормально. Ну, и что, девчонки, а вы мне не верили? Посмотрите на этого красавчика. Привет. Привет. Хорошего вечера. В Полоцк. В Полоцк. Замечательно. Мы вернулись в отель, а по дороге домой мы встретили опять Михаила Тарабукина, он же Федя из кухни. Мы поговорили с Ксюшей, он там пофоткался. В лифте потом вместе ехали. Мы около отеля встретились, мы только начали разговаривать. Там девчонки набежали все фоткаться. Потом мы сфоткались. Ну, Ксюшей поговорили там за жизнь. Сегодня как раз, к сожалению, умер один из моих любимых актеров, Роман Мадянов. Ну, я говорю, да, сегодня такая трагическая новость на Спасе Тегон. Он говорит, да, я буквально в апреле с ним снимался. Вроде он уже выкарабкался, а тут вот на тебе ни с того ни с сего. Получается, вот за это время, с апреля, говорит, ну, вроде себя уже хорошо чувствовал достаточно. Ну, и на тебе, пожалуйста. Очень жалко, конечно, очень жалко этого актера. Ну, хоть он играл в основном отрицательных персонажей, но они у него получались такие емкие, такие сочные, насыщенные. Злодеев играть гораздо сложнее, чем положительных персонажей. И вот у него это очень хорошо получалось, очень жалко мне Романа Мадянова. А почему Роман Мадянов разговорился? Потому что вот с Михаилом Тарабукиным, вернее, с его творчеством, первый раз я столкнулся после сериала «Солдаты». Это еще 2004 год. Он там снимался, один из первых ролей его было. И вот с тех пор периодически я за ним следил. И в сериале «Кухня», конечно же, ну, по сериалу «Кухня» мы всей семьей балдеем от всего сериала, в том числе и от его роли. Вот мы, сегодня дважды я с ним встретился, и Ксюша в восторге такая, довольна. Ну, поговорили, пофоткались, ну, эмоции, конечно, положительные. Он такой, ну, как человек такой простой, общительный. Да, Ксюша, как у тебя впечатление? Круто! Президент – это всегда сюрприз, не знаешь, кого встретишь. Вообще, так классно. Все равно, я не знаю, эти вот медийные личности, особенно такие классные, простые, хорошие, смотришь их на большом телеэкране, и вот тут вот тоже увидел, которые такие хорошие, прям уж они вот как-то делятся своей энергией, у меня сейчас такое приподнятое настроение. В прошлый раз, год назад мы тут были, тоже годовщину свадьбы отмечали. Встретили Иосифа Пригожина, и параллельно еще в то время здесь Ольга Бузова жила. А вот сегодня Михаила Тарабукина повстречали. У нас Ярик Кайфарик. Ну, как тебе? Круто! Хороший массажик. Да. О, мне тоже вчера очень понравилось. Я после тебя заскакиваю. О, окей. Всем доброе утро. Мы в этот раз на завтраке всей семьей. Ярик за средним столиком увидел Майка Тайсона. Вон он сидит. Ксюша, что у нас сегодня на завтрак у тебя? У меня первая тарелочка. Это блинчики с рыбой, рыбой, бутики с аппортом, полмаска вкусная. Это первая тарелочка только. У Яри блины со сгущенкой, йогурты вон такие нарядные, красивые. У меня сосиски, блины с творогом мои любимые, ну и рыба. Мы уже, к сожалению, выселились из отеля «Президент». Лакшери жизнь позади. И мы приехали в Центр безопасности МЧС в городе Минске, чтобы посетить очень интересную экскурсию. Заправка – это место повышенной опасности, потому что ученишь, что здесь хранится топлива. Лай-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла таких нехороших людей, вот таких, которые не только свой нос, но и свои руки пытаются засунуть чужие сумки и рюкзаки. А вот если на ваш вопрос, да, чей рюкзак никто не отозвался, вот это может быть опасно. Возможно, кто-то намеренно его оставит. Если вы стоите близко, вас нечаянно толкнули, или у вас просто загружено с головой, вам стало плохо, и вы упадете сразу на рельсы. Мы, создавая паники, с вами отстегиваемся и проходим на эвакуацию. Редакуемся с самолета поправку. Итак, ребята, быстренько проходим. Езжаем вниз, мальчишки. К сожалению, у меня появились неотложные дела, и мне пришлось уехать. Даже половину экскурсии я не посмотрел. Ну, мне вот, что я увидел, понравилось, а там дальше должно быть еще больше крутости. Поэтому я отдал камеру Ксюше, посмотрим, что она наснимала. Ну что, ребята, и вы были на том же концерте? И тоже наш шкафан у нас в подвижении? Реальность жизни – это сигнал действия, потому что землетрясение там может усилиться. Это землетрясение. Но когда спасатели пребывают внести, по чрезвычайной ситуации, они же не понимают, где там выжившие люди. Вот здание, уголок, подъезд, где там под завалами выжившие. И открыть окно на проветривание, чтобы помещение ваше проветривалось. Левой рукой берем одежду и закрываем носики-родики. Можно вот так. Если у вас на локте есть ткань левой руки, значит, вы левую руку гладите себе на плечо, держите того, кто тежит за вас, и тогда носик-родик защищается от пламени на локте. Так, здание случилось. Отключилось электричество, необходимо эвакуироваться. Берешь второй рукой шланг, направляешь и нажимаешь. Выглядывается синенькая точечка. Вы увидели в примере электродиедач, идите вдоль линии, она вас тоже рано или поздно вывезет из леса. Идя вниз по течению наруча, то есть это больше шансов найти тропинку, которую у вас появится. Можно встретить различных насекомых, жилоносные насекомые, муравейники. Если во время грозы вы были на улице, оказались в этом поместье, не заставите из деревьев. Особенно высокие, отдельно стоящие деревья, нельзя как-то подводить. А там стоит вот такой знакомый для вас человек. Поедете с таким? Машина будет сейчас переворачиваться на 360 градусов, имитация вори. А я уже в центре Минска, кафе Гамар Джоба грузинское. Мы сюда пришли с друзьями, вот ждем Ксюшу с Яриком, пока они с экскурсии придут. Сейчас будем кушать все вместе. О, а Ксюша уже тут, я тебя ищу на улице. Как экскурсия? Наснимала что-нибудь? Ой, спасибо, сейчас будем проверять, будем проверять. Вот мы здесь в таком уютном закоулочке, на диванчиках, сделали заказ. Сейчас будем наслаждаться грузинской кухней, Ярина и любимой. И вот наш добрый грузинский друг Тимур с супругой Натальей. Они позвали нас в недавно открывшееся вот это кафе, которое называется Гамар Джоба. Мы уже заказали, вон встречаемся с друзьями, Ксюша появилась с Яриком из экскурсии, говорит, понравилось. Мы заказали, напитки принесли и мы ждем основные блюда. Надеюсь, что будет все вкусно. Тимуру принесли первое блюдо от Джахури со свининой. Ну как ты попробовал? Так, нормально. Все сидят на него смотрят, а у нас все на вкус. Выглядит аппетитно. Надо есть, это остырит. Конечно. Я могу с вами поделиться, но в долг. За это похинкали с каждого. Тут резко у нас наполнился столб, принесли наше блюдо. Моя любимая хачапури по от Джашки. Всем хинкали. Яри говорит, вкусно, много мяса. Вот этот хлеб вкусный. Как он? Лаваш. Что ты спори? Хачапури по... Молодец. Мегрельский, да? Запах пошел такой, очень вкусный. И кто что попробовал, говорят, все вкусно. Сейчас я приступаю, то много болтаю. Они не знали, они не знали, как кушать. А у ребенка сколько яиц, он ест четко и ясно, как надо. И не грузим. И не грузим, да. Вкусный хинкалик. Ух ты, у нас сколько всего. И шашлычок принесли. Ксюши и Наташи. Девчонки по мясу у нас сегодня. Девчонки вообще по мясу. Вот, выглядит все, пахнет. Тимур знает то, куда. Приглашай. Сегодня у меня сухой день. Да, у меня тоже. Ну вот, мы отобедали. Очень вкусно, очень плотно. Это кафе Гамарджоба. Смело можно рекомендовать. Грузины подтверждают, что было очень вкусно. Поэтому добро пожаловать в Гамарджоба. И вот наше мини-путешествие подошло к концу. Мы отправляемся домой. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И путешествуйте с нами. До новых встреч, до новых путешествий. Пока.